Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. В последнее время произошло множество интересных событий. Например, стали известны полные характеристики видеокарты RX 6000, которые AMD уже успешно разослала партнёрам. Красные же процессоры продолжают покорять рекорды, а учёные придумали новый вид транзисторов, которые могут полностью перевернуть индустрию. Обо всём самом интересном из мира новостей я расскажу вам прямо сейчас, но перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А я хочу начать с самого древнего артефакта, который умудрился поставить новый рекорд. На днях британский энтузиаст решил заняться разгоном процессора AMD VFX8320. У него получилось выжать по всем ядрам 7730 МГц при помощи жидкого азота. Такой частоты хватило, чтобы обновить рекорд W Prime 32M в модельном зачёте с результатом 4,25 секунды. Причём на указанной частоте процессор сохранил активность всех восьми ядер и восьми потоков. А вот уже через неделю состоится презентация видеокарт RX 6000, в основу которых положены графические ядра AMD Navi 20 с архитектурой RDNA 2. И учитывая близость анонса, красному чипмейкеру становится всё сложнее держать в секрете технические характеристики устройств. Недавно я вам рассказывал про потребление Big Navi, а сегодня веб-ресурс видеокартс раскрыл основные параметры всех новинок. На следующей неделе будут представлены три видеокарты RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Все видеокарты базируются на графическом процессоре AMD Navi 21, правда в немного разных конфигурациях. Видеобуфер новинок представлен 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-разрядной шиной, эффективной частотой 16 ГГц и пропускной способностью 512 ГБ в секунду. Сама же флагманская модель Radeon RX 6900 XT базируется на полноценном кристалле Navi 21XTX в конфигурации с 80 Compute Units или 5120 потоковыми процессорами. Рабочая частота GPU составит от 2040 до 2330 МГц. Но эта видеокарта изначально будет эксклюзивом AMD, поэтому не стоит ждать скорого выхода партнёрских модификаций. Кроме того, источник призывает готовиться к ограниченной доступности новинки, так как судя по всему это очень удачный чип, который явно будет в дефиците. Характеристики двух других новинок приведены в таблице. Также стали известны и первые сведения о видеоадаптерах RX 6700 и RX 6700 XT, основанных на кристалле Navi 22. В случае старшей модели GPU насчитывает 40 Compute Units и сообщается с 12 ГБ GDDR6 через 192-разрядную шину. О характеристике модели Radeon RX 6700 пока остаются неизвестны. И официальная презентация этих видеокарт состоится в январе следующего года. А поблагодарить за все эти утечки можно партнёров AMD, которым уже прибыли видеокарты. Плюс ко всему из новых видеокарт уже умудрились достать BIOS и посмотреть, что в нём заложено. Для флагманской видеокарты BigNavi на графическом ядре Navi 21XT характерен штатный TDP в районе 320 Вт, из них 235 Вт приходится на сам GPU. А в случае топовых модификаций от партнёров AMD с заводским разгоном показатель TDP будет достигать 355 Вт при энергопотреблении GPU в 270 Вт. Между тем вариант графического ядра AMD Navi 21 XL будет потреблять около 203 Вт, а параметр TDP для видеокарты на его основе находится в районе 290 Вт. В самом же BIOS заложена максимальная частота GPU на отметке 2800 МГц. Напряжение питания графического процессора составляет 1,15 В, что достаточно немало, а максимальная температура графического чипа установлена на отметке 95 градусов, а к этой температурной точке привязана максимальная скорость вращения вентилятора 3300 оборотов в минуту. Все эти характеристики заложены в BIOS партнёрской видеокарты с пиковой частотой графического чипа 2577 МГц. При этом ожидаемая буст частота должна находиться на уровне от 2,3 до 2,4 ГГц. Игровая частота при высокой нагрузке должна находиться в пределах от 2,1 до 2,3 ГГц. Предположительно, такие конфигурации получит карта от Sapphire, но точных сведений по этому поводу нет. А тем временем в сети появляются все новые результаты тестирования процессоров Ryzen 5000. На этот раз старшие Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X были испытаны в Geekbench 5, где они показали превосходство над решениями Intel как в многопоточном, так и в однопоточном быстродействии. Причём оба CPU работали на штатных частотах. Плюс ко всему в пакете CSoftware Asandra был протестирован процессор среднего уровня Ryzen 5 5600X. Он успешно показывает результативность арифметики и мультимедиа 255,22 и 904,38 соответственно. А средние показатели Core i5-10600K, который является его прямым конкурентом, составляют 224,07 и 662,33. Это означает, что Ryzen 5 5600X превзошёл Core i5-10600K на относительные величины 13,9 % и 36,5 %. А вот по сравнению с прошлым Ryzen 5 3600X новинка была на 18,8 % и на 44,6 % быстрее. Сама же AMD во избежание позора подготовила для своих партнёров ряд рекомендаций, касающихся продаж новых видеокарт Radeon RX 6000 серии, а также процессоров Ryzen 5000. AMD разослала своим партнёрам рекомендательный документ, в котором приводятся советы по недопущению спекулянтов к покупке видеокарты процессоров. Они советуют использовать на сайтах магазинов специальную систему для отлова и блокировки ботов в реальном времени. Компания настоятельно рекомендует внедрить систему капчи, которая позволит отсеять ботов через различные задачи, требующие участия человека. Рекомендации AMD также касаются непосредственно самих продаж. Компания советует ограничивать продажи видеокарты процессоров одной единицей того или иного товара в одни руки. При этом производитель советует отказывать в выполнении заказа покупателям, если в их заявках сообщается один и тот же адрес доставки, электронная почта и прочая информация, указывающая на то, что двойную покупку совершает один и тот же человек. Для системы резервирования товара AMD предлагает использовать систему электронных очередей, которая позволяет зафиксировать право покупки после того, как товар станет доступен для приобретения. При этом AMD советует уведомлять покупателей о доступности товара по электронной почте. Также компания рекомендует первое время вручную оформлять все заказы, чтобы минимизировать задержки и избежать риска покупки товаров спекулянтами. Ну а насколько полезными окажутся эти советы и помогут ли они избежать такого катастрофического дефицита видеокарт, который наблюдается с моделями RTX 3000 покажет только время. Также на днях тайваньский производитель компьютерных компонентов Biostar подтвердил, что его материнские платы на базе чипсетов AMD X470 и B450 смогут работать с новыми процессорами Ryzen 5000. Deepcoolty временем выпустила процессорный охладитель AS500, оснащённый многоцветной адресуемой подсветкой и 140-мм вентилятором с относительно небольшим уровнем шума. Приобрести такого красавца можно будет всего за 59 убитых енотов. Ну и теперь пришло время озвучить возможно революционную новость. На днях группа учёных предложила технологию изготовления транзисторов с каналами атомарной толщины. Это сулит высочайшую скорость переключения, резкое снижение токов утечек и масштабируемость транзисторов до размеров, которые недостижимы для классических техпроцессов. Фактически учёные вознамерились продлить действие закона Мура. А всё благодаря жидким металлам, которые решено использовать вместо обычного осаждения из газовой среды. Группа учёных из Австралии и США совместно разработала метод, который практически на любой подложке может создать бездефектный слой полупроводника атомарной толщины, буквально 2D материала. Транзисторный канал из такого материала будет обладать прекрасной проводимостью и предельно малым рассеиванием, поскольку путь для электронов в нём один и он толщиной примерно в один атом. А чтобы создать полупроводниковый 2D элемент на подложке, предложено использовать жидкий металл. Исследователи собираются адаптировать предложенный техпроцесс для применения в заводских, а не лабораторных условиях. Они надеются, что через несколько лет производство чипов с транзисторами из 2D материала может стать реальностью. Ну а тем временем американский сотовый оператор в сотрудничестве с Qualcomm и Ericsson установил новый рекорд скорости загрузки данных в сети 5G. Компании удалось добиться потрясающего показателя в 5,6 Гбит в секунду. Сам же оператор заявил, что это ещё далеко не предел. Предполагается, что достигнув зрелости, технология 5G сможет продемонстрировать скорость до 10 Гбит в секунду при задержке до 5 миллисекунд и времени развертывания до 90 минут. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.